Архангельское женское епархиальное училище Данное училище было открыто 2 ноября 1863 года как духовное училище для девиц из семей духовного звания. Управлялась советом училища. Организационная работа по созданию этого женского училища в городе Архангельске была начата еще в мае 1863 года. Тогда на квартире соборного протеерея Николая Жданова собрались 30 человек священнослужителей. Единогласно на должность попечителей училища были избраны кафедральный протеерей Николай Жданов и священник Воскресенской церкви Григорий Шилов, попечительницей жена протеерея Анна Ивановна Жданова. На должность смотрительницы училища почти единогласно была избрана вдова протеерея Соломбальского собора Варвара Петровна Нечаева. В октябре 1863 года копеческая вдова Мария Прокопьевна Онегина пожертвовала для училища дом, землю и часть своего имущества. Первым блюстителем по хозяйственной части училища стал городской голова Егор Андреевич Плотников, который в 1865 году за свой труд по благоустройству училища был удостоен благодарности. В училище принимали девочек из семей духовенства и в возрасте от 12 лет. Курс обучения составлял 4 года. Изучали закон Божий, русский язык, арифметику и элементы геометрии, краткую историю России и Архангельской епархии, краткую географию России и статистику, пение. С 1866 года в старших классах были введены занятия по педагогике. Девочки сами шили себе одежду, а с 1868 года, когда появилась швейная машинка для воспитанников духовного училища и семинарии, они убирали помещение, ухаживали за скотом, работали на огороде. В 1865 году духовное училище для девиц из семей духовного звания было преобразовано в Архангельское епархиальное училище для девиц, а в 1869 году в Архангельское епархиальное женское училище. Первый выпуск состоялся в 1867 году. В 1865 году предполагалось принять 40-50 девочек духовного звания. Из поступивших воспитанниц 20 сирот должны были находиться на полном училищном содержании. Со всех остальных брали плату за пансион по 45 рублей в год. С родителей, у которых девочки только посещали уроки, плата не бралась. Разрешено было приходить на уроки и дочерям, чьи родители были не из духовного сословия, при этом бесплатно. Если же они хотели поместить ребенка в училище с пансионом, то с них бралась плата на общих основаниях. Возраст для поступления в епархиальное женское училище не был изменен 12 лет и старше. Курс воспитания был рассчитан также на 4 года, разделенных на 2 класса по 2 года в каждом. В августе 1868 года к зданию училища было пристроено помещение спального корпуса. Переводные годичные испытания обычно проходили с середины мая по июнь, после которых воспитанницы 6 класса, успешно сдавшие экзамен, признавались окончившими курс с правом на звание домашних учительниц. Не сдавшие испытания оставляли на второй год или увольняли по малоуспешности. Для поощрения воспитанниц, показавших отличные успехи и благонравие, их награждали книгами из совета училища. При училище имелась больница. Врачом училище безвозмездно со дня открытия и до 1884 года был Эфим Яковлевич Сериков, как и в других учебных заведениях. В епархиальном училище периодически случались эпидемии. В 1901 году во втором полугодии произошла вспышка скарлатины. Из 19 случаев заболеваний в трех имелся смертельный исход. Денежные суммы, поступившие от благотворителей, были одной из статей доходов духовных училищ. Истинным благодетелем для эпархиального училища был архангельский купец первой гильдии Гаврил Петрович Ширкин. За период с 1879 по 1891 год Ширкин передал училищу дворовое место для постройки нового училищного дома, строевого леса для строительства здания на 300 рублей и денег около 260 рублей. Сверх того, он за свой счет постоянно делал мелкий ремонт в училищных помещениях, а по праздникам раздавал воспитанницам подарки. В 1918-1920 годах, в период гражданской войны и интервенции, помещения училища были заняты под постой военных, а после занятия Архангельско-Красной Армией училище было упразднено приказом от 4 марта 1920 года. Выпускницы Архангельского епархиального женского училища работали в начальных школах по всей Архангельской губернии и внесли немалый вклад в дело народного просвещения.